Здравствуйте, друзья! Сегодня будем говорить про классы, структуру, объекты. Это, наверное, одно из самых интересных тем, которые есть в языках программирования, которые поддерживают ООП, то есть объектно ориентированное программирование. На самом деле, было бы неплохо немножко погрузиться в терминологию, но я не особо хочу у вас погружать большие грозные термины, типа полиморфизм, капсуляция, наследование, другие штуки, которые, на самом деле, может быть, на данный момент не будут понятны. Я думаю, что вы до них дойдете сами. Собственно говоря, хочется показать максимально просто, и тем не менее, чтобы это было эффективно. Для начала давайте переключимся в Visual Studio и поговорим, что у нас есть, какие заготовки я приготовил, я покажу. Ну и, в общем, на простых примерах хочу показать, что есть классы, для чего они нужны, как ими пользоваться. И вообще, я хочу напомнить, что это уроки для начинающих разработчиков, так что я пытаюсь максимально упростить повествование. И ваши комментарии для меня, на самом деле, очень важны. Скажите, правильно, неправильно, больше деталей, меньше деталей. В общем, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, как это обычно делается. Вы не пропустите серию, а я узнаю, собственно говоря, насколько был эффективный и полезный урок. Переключаемся в Visual Studio и поехали. Итак, друзья, у вас на экране у меня в Visual Studio вся моя программа, которая работает абсолютно простым способом. Давайте по чуть-чуть расскажу, собственно говоря, приветствие пользователя названием программы. Дальше мы просим ввести имя пользователя. Читаем из консольного приложения First Name. Дальше мы говорим пользователю, что мы будем дальше от него просить. И говорим ввести цену в строке. То есть мы читаем строку, переводим эту строку в Double формат. Мы уже помните, мы как бы изучали и проходили. Дальше мы говорим пользователю, какую цену мы имеем в виду. Дальше мы спрашиваем у пользователя, есть ли у него скидка. Читаем эту скидку. И здесь мы ее переводим в целочисленные значения. Ну, проценты. Будем считать, что это целое число. Хотя можно было тоже Double поставить, а здесь мы поставили Int, но не важно. Дальше мы выводим текущую скидку для этого пользователя. Выводим имя пользователя в нулевую колонку. Вот она. И в первую выводим, соответственно, размер скидки. Дальше мы делаем кое-какие расчеты. Выводим, сколько окончательная цена для пользователя. Говорим ему, вот этому пользователю. Ой, пока, до свидания и ждем нажатия Enter. В общем-то, программа на самом деле очень простая. И я специально ее максимально упростил. Давайте я запущу эту программу. И посмотрим, как она работает. F5. В общем, вот все по пунктам. И у меня пользователя, ну, пусть будет какой-нибудь БОП. Пусть у меня цена будет чего-то 100. Не знаю, рублей, долларов, тугриков, йен. Не знаю, неважно, 100. И теперь у меня программа запрошивает размер скидки. Я скажу, что у меня скидка 25%, соответственно. Программа приняла это 25%. Посчитала новую цену, то есть 75% чего-то, опять же. И говорит, пока тебе, Боб, в общем-то, вот что, собственно говоря, мы имеем в самом начале. Теперь речь пойдет о том, для чего нужны классы, вообще зачем они нужны, как люди додумались, что нужны классы, ООП и все такое. И для того, чтобы начать, перед тем, вернее, как начать, смотрите, у меня простая программа, которая, собственно говоря, работает и не требует никаких изменений. Но вся ее прелесть в том, что она простая. Настоящие реальные программы, которые работают где-то там на благо людей, они много раз сложнее. Много-много раз сложнее. И эта сложность меняется день от дня. И разработчики когда-то придумали, что для того, чтобы сделать эту программу проще, надо сделать таким образом, чтобы вот эта вот часть программы была отдельно, вот эта часть программы была отдельно, вот эта была отдельно и так далее. На самом деле речь идет о компоненте как декомпозиции. То есть уменьшение сложности – это разбиение на более мелкие части и абстрагирование. Ну, если про абстрагирование мы говорить пока не будем, то вот разбиение программы на более мелкие части – это гораздо проще. То есть вы делаете части программы, в частности, которые работают максимально просто. Ну, например, спросить имя у пользователя. Что здесь сложного? А кажется, что ничего нет, а на самом деле да. Можно у пользователя ввести имя, не ввести имя, использовать там какие-то символы, проверить его наличие в базе или еще что-то. То есть для того, чтобы эту программу можно было потом усложнить, ее нужно декомпозировать. То есть разбиваем на более мелкие части, вносим в каждую из мелких частей более сложный функционал, дальше декомпозируем и так до самого низа. Ну, то есть такое древобидное, если можно сказать, зависимость, герархия, если можно выразиться. То есть более мелкие, вернее, более сложные объекты и программы состоят из более мелких частей, которые делают элементарные функции. В общем-то, для этого и были придуманы классы. И давайте я сейчас покажу, что, собственно говоря, из себя представляет класс. Полагаю, что правильным было бы начать с того, что у нас уже было какое-то количество уроков, где мы изучали какие-то типы, string, int, double, в общем, как они взаимодействуют. И, в общем, я думаю, что здесь как бы на самом деле понятно. Для того, чтобы создать что-то, например, какую-то int переменную, чтобы туда положить, например, дисконт. Давайте его назовем дисконт, демо, давайте int. Раньше была такая мода еще к названию перемены переписывать ее тип, но от этого как бы отошли. Ладно, это так, не важно. Пусть этот дисконт равен, допустим, 100%. Ну, в общем, бесплатно мне это достанется. Так вот, для того, чтобы мне вот эти вот 100% положить в какую-то переменную, мне нужно определить тип этой перемены. Другими словами, если у меня есть какие-то 100%, я знаю, что это целое число, и мне нужно положить его в память программы. Ну, давайте я нарисую вот таким вот образом память. Это все очень абстрактно. Я не претендую на название художника. Мне нужно вот эти вот 100% положить в какую-то память, и я знаю, что это целое число, и я для этого использую тип, который называется int. Помните, что все типы, вообще все в C-Sharpе произошло от одного объекта, который называется object. Ну, каламбур такой, но тем не менее. И int это объект, и классный объект, и string объект, и так далее. В общем, я вот таким образом вот в этом месте сказал, что я хочу цифру 100, то есть положить в память, чтобы потом с ней дальше работать, и где-то там на выходе программы эта память, ну, как нарисовать, очистится. Вот так вот все, короче, очистится, все затрется, и у меня как бы программа отработает. Но на выходе у меня будет какая-то другая сумма, ну, например, скидки, то есть другая цена. В общем, так или иначе, вы работаете с памятью, нужно это понимать, и для того, чтобы положить в память, нужно выбрать обязательно тип. Ой, нужно выбрать тип этой самой переменной, этого самого значения, если хотите. Ну, объекта, наверное, не буду говорить. Да, наверное, не буду говорить. В общем, для того, чтобы это сработало, например, с декомпозицией, мне нужно сделать следующее. Мне нужно каким-то образом объединить. Вот смотрите, у меня есть все основные. Теоретически это просто строка. Но я могу спросить не только first name, но и, собственно говоря, last name. Я могу спросить еще и какой-нибудь там, не знаю, birthday. Ну, как они пишут. То есть, дату рождения. Я могу вообще спросить там адрес. То есть, на самом деле, когда программа более сложная, то мне мало знать только одно что-то. Таким образом, ну, о пользователе я имею в виду. Вот в конкретном контексте будем говорить про пользователя. То есть, я могу узнать у пользователя разные вещи. И это не станет отдельными частями, потому что это одно целое. Это пользователь. Для того, чтобы мне это как-то в одну кучу собрать, есть такое понятие инкапсуляции, да, то есть закрытие, я могу это спрятать в класс. То есть, если говорить другими словами, получается, что для простых, для примитивных, так сказать, типов уже существуют какие-то определенные типы, да, целое число, то есть int, string, double. То есть, для оперирования простыми операциями, как в данном случае, мы используем и double, и int, и вот тут вот у нас приходит string в каждом readline. Мы пишем простую программу, используем простые примитивные типы. Но как только я начинаю усложнять программу, мне вот этих простых примитивных типов начинает быть очень много. И управляться ими начинает быть сложно. И для того, чтобы это все, как я сказал, эконсулировать, нужно написать свой класс, то есть создать свой, грубо говоря, тип, который вы сможете расширить своим собственным функционалом, добавить определенные свойства, методы, мы об этом поговорим чуть позже, и тем самым закрыть логику, которая находится внутри этого класса, в том типе, который, собственно говоря, этот класс себя представляет. И далее можете использовать этот тип, так сказать, выставляя наружу только то, что можно делать с этим классом. Например, если говорить про то, что если у нас здесь есть дисконт, который, собственно, имеет свои типы, они простые, они привязаны ко всем интовым, так сказать, типам объектов, то есть объектов типа инт. Например, у нас есть три-формат, ну, то стринг, надо сказать, есть у всех объектов, есть эквал, то есть можно сравнить вот эти вот объекты этого типа. Надо понимать, что название типа, то есть сам тип, это такой, наверное, контейнер, да? А вот на самом деле переменная – это то, чем заполнен вот этот вот контейнер. И таким образом я предлагаю вам создать наш новый класс, который я назову Person, потому что данные будут складываться в него. И вот эти вот First, Last, Birthday, Day, адрес, вернее, давайте перенесем туда. Что для этого нужно сделать? Очень просто. Я здесь, давайте вот таким вот образом я сделаю вам вот такую штуку, покажу. Смотрите, у меня есть заготовка. Я просто, чтобы время не тратить, не писать, сделал такие пометки. Итак, из чего состоит класс? Класс – это, собственно говоря, специальный, так сказать, модификатор, да? Зарезервированное слово, давайте скажем. Потому что Public – это модификатор, класс – это зарезервированное слово, это название класса, в данном случае я его сейчас напишу в Person. И в классе есть обязательно конструктор. Это такой специальный метод, который выполняется всегда при создании инстанса, при создании экземпляра класса. То есть я создаю контейнер, в который буду напихивать данные, и вот при создании этого контейнера первым выполняется конструктор, и у этого класса могут быть свойства и функции. Ну, функции и методы, я их, в принципе, различаю, хотя явного различия нет, это у меня еще пошло с Delphi, потому что функции возвращают что-то, методы ничего не возвращают. Но в C-Sharp это одно и то же. Итак, у меня есть класс, я назову его Person, и мне нужен конструктор. Что я хочу с этим конструктором делать? В конструкторе обычно инициируются какие-то переменные, может быть, какие-то расчеты производятся. То есть это тот самый первый метод, который выполняется при создании этого объекта. Давайте посмотрим для начала, что у меня теперь появилось. Смотрите, я прочитал FirstName, LastName, FirstName, FirstName, P-Adress. Я теперь могу сказать, что у меня есть Person, типа Person, и смотрите, это как раз тот самый Person, тот самый класс. Давайте я его таким вот образом покажу, который мы создали. То есть сейчас он абсолютно пустой, но тем не менее у этого класса уже есть какие-то для всех классов обязательные параметры. То есть equals, getType, toString, no, getHashCode. Мы про них говорить не будем, пока вообще на них глаза закроем. То есть я из Instance, то есть я из... Не, не так, давайте, я пытаюсь все упростить, поэтому, возможно, говорю непонятно. Так, смотрите, я создал Instance, типа Person, написав переменную New. Собственно говоря, теперь у меня этот Person, я нажимаю, здесь ничего нет, как я сказал, ну, кроме базовых вот этих вот понятий, они нам пока не интересны. И я могу создать свойства. Создаются свойства, создаются поля, публичные, приватные, ой, в смысле, скрытые. Мы пока про модификаторы говорить не будем, возможно, поговорим и в этом будущем, в зависимости от того, зайдет ли урок или нет. Ну, давайте создадим публичное свойство, которое называется String. У меня же здесь FirstName, он же String, вот он, String. Я также ставлю, что на мне String, здесь пишу FirstName. И теперь, когда я сюда обращаюсь уже к экземпляру класса, я могу посмотреть, у меня здесь появился FirstName. И я могу сказать, что мне этот FirstName равен FirstName, который я получил из командной строки. То есть, у меня класс начинает наполняться объектами. Теперь я хочу, чтобы у меня появился еще и LastName. И в LastName, соответственно, я хочу запишать LastName. Но мне компилятор показывает, что у меня такого свойства нет. И я могу это сделать следующим образом. Я могу создать это свойство, ну, вот таким вот образом. Я нажал, я нажал, и у меня появился String, и у меня компилятор, вернее, Visual Studio предлагает задать параметры этого свойства. Ну, вот смотрите, у меня уже появился FirstName, LastName. То есть, когда я напишу FirstName, у меня здесь уже появился FirstName, LastName. Мне еще нужно добавить Birthday. Ну, давайте его вот таким вот образом делаем. Я, то есть, использую снова рукописный ввод. DateTime, и, собственно говоря, мне нужно определиться, какой там будет DateTime. Вопросик обозначает, что это параметр может быть нул. То есть, он может быть не задан или задан. Но в моем случае DateTime это Birthday, который может быть не задан. Давайте так вот. OffDate. Вот. И, собственно, теперь у меня это свойство появилось здесь. Вот он, Birthday. Я напишу, что у меня Birthday. Ну, смотрите, я сюда получаю стринговое значение. То есть, то, что пользователь вводит в консольном приложении, оно имеет тип стринга. Строка. А мне нужно сюда, чтобы это был DateTime. То есть, другими словами, совершенно другой тип. И для того, чтобы сделать операцию эту, я должен сказать DateTime. То есть, здесь такой тип DateTime. Я ему хочу сказать, чтобы он у меня распарсил то значение, которое у меня придет вот отсюда, из ReadLine. Он подчеркивается, потому что я могу ничего не ввести. Нажать просто Enter. И здесь будет пустое значение. Но давайте в данном случае я скажу, что я буду обязательно вводить. Просто я супер, экстра, мега, уверенный сам в себе человек. Эту программу, естественно, никто не будет использовать, кроме меня. Поэтому я скажу, что он мне не подчеркивал ошибку. Я всегда буду заводить, поэтому я и утвердил, что она не может быть новой. И теперь, когда я буду заводить Персона, она мне попробует превратить то, что я ввел из типа, распасить, так сказать, превратить это в другой тип, который называется DateTime. Ну и последнее, что мне осталось делать, это сказать, что у меня есть какой-нибудь адрес, который должен, соответственно, заполняться из стрингового значения адреса. У меня этого адреса нету. Пусть он будет стринг. Я нажму Enter. Мне Visual Studio помогла создать. И это значение может быть 0. И вот этот вот значок обозначает, что у меня вот в этом месте, ой, вот в этом месте, может быть, ничего не введено, и программа это проглотила ОК. Потому что я разрешил. Если я уберу этот вопросительный знак, который говорит, что это свойство должно быть обязательно заполнено, и в данном случае, вот, он мне подчеркивает, что, да, действительно, здесь может быть No, потому что на Redline, если навести, то здесь тоже есть вопросик. В общем, типы совпадают, как говорится, на картинке. Ну, я тоже буду говорить, что оно никогда не равно No, но для того, чтобы вот это мне перестало подсказывать ошибку, я скажу, что это свойство никогда не будет No, и это указывается вот таким вот способом в FirstName. А давайте LastName у нас может быть No, поэтому его оставим, ой, таким, как оно есть. То есть, другими словами, давайте я здесь поставлю Breakpoint, вы уже знаете, что это такое. Я запущу его, эту программу, и у меня спрашивается имя пользователя. Давайте я заведу, ну, пусть будет Bob. Дальше у меня, ну, да, наверное, так не очень понятно. Давайте вот таким вот образом сделаем. Ну, мы здесь мы спросим LastName, здесь мы спросим FirstName, а здесь мы спросим, просто чтобы пользователю было понятно, и я думаю, что это Day of, который, как он называется, день рождения, и вот здесь еще, скажем, веди свой адрес. Вот таким вот образом. И теперь эту программу запустим. И первое, что у нас спрашивает, ну, пусть будет Bob, пусть LastName тоже будет Bob, хотя можно было не вводить. Давайте введем 20, какое сегодня у нас число-то, 22, 08, 019, Enter, и теперь введем адрес. Ну, какой-нибудь, ну, не знаю, Street, не знаю. И я нажимаю Enter, у меня программа прошла все этапы, перешла сюда, и здесь я уже вижу, что у меня под Person, и, собственно говоря, вы видите, что у меня заполнены данные. То есть я в одном классе, который называется Person, инкапсулировал, да, то есть забрал в себя, забрал вовнутрь вот эти вот данные, которые, собственно говоря, у меня теперь ходят как один объект. Вот он Person, вот я его здесь заполняю. Ну, а далее я могу к этим свойствам обратиться. То есть я могу их использовать. Например, я сейчас завел Person, но в данной программе у меня, конечно, еще доступен FirstName, потому что я его создал здесь. Давайте так сделаем. Но я могу обратиться и к Person. Вот в данном случае я могу написать Person.FersName, показать FirstName. Я могу сказать, что у меня здесь тоже есть Person, сказать FirstName. Более того, я могу сказать здесь, чтобы мне программа показала еще и LastName. Для этого мне нужно добавить количество переменных сюда, то есть обрабатывать и сказать, что мне здесь еще будет LastName. То есть на первом, на нулевом индексе стоит FirstName. Давайте их поменяем местами вот таким вот несложным способом. И таким образом у меня фамилия будет, потом имя, здесь будет дисконт. Ну, для чего я это делаю? На самом деле кажется, что это очень сильно все усложняет. И давайте это все упрощать. Ну, во-первых, вот это вот все можно упростить. И мне вот показывает, что нужно использовать Object Initializer, то есть специальный формат. Это говорит о том, что программа будет работать вот таким вот образом. То есть я создам Person специальным образом. То есть буду обращаться непосредственно к папкам. Вот, к свойствам через объект. То есть, что она сделала? Было вот так. То есть я сначала создаю объект, а потом обращаюсь к нему и к его свойствам, наполняю его. Это не совсем нравится компилятору, есть на это определенные причины. Правильно делать это вот таким способом. То есть прямо при создании объекта в одной атомарной операции заполнить его свойства. Оставим пока так. Ну, а теперь давайте подумаем. Так ли мы всегда, так ли мы часто хотим каждый раз при заполнении Birthday не важно откуда он пришла, делать парсинг вот этого вот объекта. То есть, если у меня будет много вариантов, где я буду использовать этот самый Person, то мне придется в каждом месте втыкать вот этот Daytime Parse. Что можно сделать? Можно воспользоваться конструктором. Это немножко упростит. Конструкторов у объекта может быть много. И упрощение будет в том, что я могу использовать разные конструкторы для создания вот этого самого Person. Давайте создадим простой. Создается он очень просто. Так называемый модификатор. И название класса. Я... Вот этот конструктор, который сейчас создался, он пустой. Здесь, собственно говоря, ничего не делается. Здесь тоже ничего... Здесь вот ничего не делается. То есть, это конструктор по умолчанию. Пока будем говорить, что это конструктор по умолчанию. Не будем говорить про структуры. Вот. И я хочу этот конструктор модифицировать. Я хочу, чтобы у меня... Вот сюда приходил стринг, допустим, FiosName. Мы также не будем говорить про рекорды. Это, наверное, отдельная тема. И я теперь хочу, чтобы мой FiosName, который вот этот вот, вот мне даже вижу, что ее подсвечивает, наполнялся из конструктора свойством, то есть, переменной FiosName. Теперь мне конструктор говорит, что у меня эта конструкция заполняется, то есть, FiosName. И она говорит, что вот этот может быть не использован. То есть, я могу здесь написать PINIT, не INT, а INIT. И, соответственно, это будет работать только в конструкторе. Более того, я могу это вообще сюда убрать. И это тоже будет работать. Другими словами, я понимаю, что у меня прям, когда создается этот вот класс, мой собственный объект, я хочу, чтобы прям при создании класса я или те, кто будет пользоваться моей программой, обязательно указывали FiosName. И, собственно говоря, мне компилятор на соседней страничке, в соседнем классе говорит, что у меня теперь это неправильная конструкция, мне нужно здесь, чтобы был конструктор. И теперь вот это вот давайте пока закомментируем. У меня получается, что в конструктор обязательно нужно сюда засунуть FiosName. Вот это подчеркивание как раз и говорит, что у меня создание персона обязательно должно использоваться через конструктор и указать FiosName. Это потому, что я удалил, то есть я конструктор по умолчанию убрал. Давайте я снова добавлю public, person, две скобки и две такие скобки. То есть теперь это конструктор по умолчанию есть, и у меня программа опять работает, как и раньше, то есть при создании класса, ой, вот так вот, то есть при создании инстанса, то есть при создании какого-то экземпляра, какого-то объекта, я могу вот этот вот класс создать. Но мне сейчас подчеркивается тем, что вот этот вот FiosName, он мне говорит, что нет у меня, я не могу через вот такую конструкцию, через инициализатор объекта создать, потому что здесь нету сеттера. Я могу его сделать, ой, я могу его добавить, что написал, нет, ой, господи, сет, и тогда у меня конструктор разрешит. То есть для чего вот это вот все усложнение? Я не просто начинаю создавать этот объект, который называется Person, который имеет класс, а начинаю управлять его созданием, я модифицирую его, я могу добавлять ему свойства, я могу добавлять методы, то есть я отделяю логику работы программы, которая находится вот в этом вот окне, то есть от начала до конца, я уже Person выделил в отдельную штуку, которая теперь называется Person, и у нее появилась своя собственная логика, которая позволяет управлять, добавлять, модифицировать, валидировать, сохранять базу, читать из базы, и все такое. То есть у меня набор каких-то определенных данных, ну, свойств, если хотите, ну, в данном случае это данные, которые я собрал с пользователя, они инкапсулированы, они закрыты от внешнего просмотра, то есть их посмотреть можно, изменить нельзя. В данном случае делается вот таким способом. Я могу сказать, что это у меня private set, то есть запретить, вот, и таким образом у меня внутри класса, вот, я могу установить, ну, и в методах в том числе, а здесь я уже не могу создать, то есть я ограничил действие вот этого, собственно говоря, класса. Я могу удалить конструктор по умолчанию, мне вообще нельзя так создать теперь пользователя, я могу сказать, что у меня, давайте пока скомментируем, мы воспользуемся этим кодом. Мне нужно сюда отправить first name, как он называется, да, first name, и, соответственно, сказать, что он не null, потому что эта конструкция у меня не может быть null. И далее, собственно, у меня говорит класс, что он создался, и все нормально, но я не получаю остальных свойств. Теоретически, я могу здесь уже как раз использовать person, дальше, так, давайте уберем breakpoint, дальше я могу сказать last name, равен, ну, и как оно было раньше сделано, last name. Ну, нужно ли мне это? Нет, потому что, на самом деле, вот этот вот опять, инициализация показывает, что нужно это сделать вот таким образом. Я добавляю две скобки, удаляю, передвигаю, это наверх, и это удаляю. То есть, last name у меня будет инициализирован таким образом. То есть, гибкость по управлению вот этим самым классом, она на самом деле очень большая. Более того, я хочу, чтобы у меня не только сюда first name заходил, но и last name. Соответственно, мне его теперь здесь заполнять не надо. И дальше пойдем. Я хочу, чтобы сюда еще сразу был тот самый, ну, например, first date, который мне нужно внутри там как-то, как-то, ну, не как-то, вот в этом конструкторе как раз и сказать, что last name, running last name, ну, давайте я вот так и сделаю. На самом деле, это можно сделать вот так, string last name, и на самом деле, Visual Studio, она достаточно умная штука, и она вот автоматически умеет, при помощи ReSharper делать вот такие вещи. То есть, не нужно писать много кода, а, собственно говоря, пользоваться тем, что уже написали другие разработчики, которые, ну, ладно, неважно. Теперь мне здесь нужно получить first date, и я могу сказать, что у меня внутренний first date равен date time, parse, собственно говоря, тот самый first date, который приходит из конструктора. Вот. То есть, другими словами, я могу сказать следующее. Во-первых, у меня сюда приходит string, оно у меня не должно быть, но я могу это проверить на то, чтобы выдать ошибку. Если у меня first name не заполнен, у меня будет ошибка, что у меня first name не заполнен. Я сейчас это все продемонстрирую. И таким же образом, я могу сказать, что у меня last name нужно заполнить, но так как он у меня null, я эту ошибку не буду выводить. А вот first date у меня обязательно парсится, и нужно вылавливать вот эти вот ошибки, то есть, когда вы проектируете какие-то классы, за рай. Это нужно просто понимать, это вас избавит от большого количества проблем. Итак, у меня сюда приходит first date, но у меня здесь требуется класс string, который не может быть null. И в данном случае, вот в этом месте, у меня сюда приходит first date, типа строки, которая может быть null. Вот этот вопросик говорит о том, что строка может быть null. Соответственно, когда я создаю person, у меня компилятор предупреждает об ошибке. Современный язык C-sharp, на самом деле, очень продуманный, и понимая, что если я здесь получаю пустую строку, отправляю в класс, где я не могу, то он подчеркивает, с этим нужно как-то бороться. Но первый вариант, это сказать, что я никогда не буду вводить null. Это, конечно, вранье, но компилятор можно обмануть. Но, а для того, чтобы действительно это сработало таким образом, как надо, надо поставить сюда, давайте я вот так вот сделаю, я параметры раскидаю каждую на свою строчку, чтобы было виднее. То есть, я могу сказать, что у меня билос дэйт может быть null, и, соответственно, компилятор у меня теперь перестал здесь подчеркивать, person принимает null значение, то есть нулевые. Но теперь у меня ошибка здесь. Но для того, чтобы эта штука не случилась, я могу сказать следующее. Если билос дэйт, ой, как он пишется, не равен null, или давайте по-модному напишем, из объект, то есть, если это является объектом, а null это не объект, то тогда заполнить это свойство билос дэйт. Вот, собственно говоря, и все. И программа теперь будет работать правильно. Давайте здесь поставим breakpoint, и запустим ее, и проверим, что это действительно сработает. first name у меня Bob, ну вот такая странная фамилия. Теперь я завожу, ничего не завожу, нажимаю enter, и дальше нажимаю enter, ничего не сломалось, теперь смотрите, у меня билос дэйт не заполнился, и мы знаем, что он у меня пустой. То есть сейчас он у меня пустая строка. А здесь у меня проверка на объект. Я нажимаю F11, я, когда нажимаю F11, то я как бы, вот программа шла вот так, вот так, вот так, я F10 нажимал, когда нажал F11, она опустилась вовнутрь и пошла вот сюда. Видите, теперь у меня здесь работал breakpoint. Я нажимаю F11, смотрите, у меня билос дэйт равен, пустая строка, это не нул, это тоже какой-то тип значения. И вот здесь у меня проверка идет. Да, она говорит, что это не пустая строка, не нул, это объект, но он у меня, естественно, не может распарситься, и я получил ту самую ошибку, на которую обычно нарывается. То есть проверили на нул, но не проверили, что это пустая строка. В общем, имеете в виду, это тоже полезная штука. Поэтому все эти модности, конечно, хорошо, но желательно все-таки пользоваться, так сказать, как это называется, мозгами, если так можно выразиться. Для того, чтобы действительно проверить, что стринг у нас, не, ну, у стринга есть специальное расширение, которое проверяет, что из нул, рэмпти, или более современной версии, white space, которая в том числе проверяет и предыдущая, то есть у типа 100к, есть специальное расширение, которое проверяет, пустая ли строка. И вот если она не пустая, ну, то есть давайте тогда правильно писать, если она пустая, тогда мы делаем любую, то есть мы ничего не делаем. это может быть выглядеть не очень красиво, но тем не менее, это такой подход, когда вы избавляетесь от else, он очень, как бы сейчас, котируется на самом деле. То есть другими словами, я проверяю first name, если он есть, я его заполняю, если нет, ошибку, властный мы берем как есть, а first day сначала проверяем, есть ли там вообще какие-то данные, если нет, говорим до свидания, то есть мы прерываем выполнение программы, и она выходит из конструктора и пошла дальше работать. А если там что-то есть, мы заполняем first day. Давайте проверим, что действительно так. Мы заводим странное имя Bob, странную фамилию Bob, вводим Enter, то есть не вводим никакую информацию полезную, дальше вводим Enter, и теперь пытаемся нажать F11, перейти в конструктор, здесь у нас проверка, сработала, first name Bob, властный, соответственно, Bob, строка пустая, программа вышла, не стала даже заходить и парсить эту, то есть у меня теоретически все сработало, person у меня есть, ну а дальше давайте я отпущу программу, вот у меня выполняется, видите, цену пусть будет вот такая, пусть будет 13%, ну и как вы видите, здесь она вывела Bob, Bob, и собственно говоря, посчитала скидку, как я и говорил, вот этот Bob, Bob вывелся уже из person, к чему такие сложности, ну на самом деле, есть к чему, смотрите, если мы говорим про какую-то систему, ну например, магазин, да, у магазина есть профайл, профиль пользователя, вы наверняка сами не один уже, собственно говоря, профиль создали в разных магазинах, и там у вас есть скидки, фотография, вот примерно такой же сейчас профиль, то есть person, мы создали, давайте рассчитаем какую-нибудь скидку, ну зависит от того, это скидка, какое количество месяцев прошло с момента регистрации, ну как вариант, да, что для этого нужно сделать, нужно создать метод, дать скидку для пользователя, но для того, чтобы ее посчитать, нам потребуется еще одно поле, которое, ну будет допустим, зарегистрироваться автоматически, когда пользователь создал профиль в магазине, я создал 1 января, и с 1 января у меня идет отчет количества месяцев, ну и размер скидки, так вот, для того, чтобы получить, давайте адрес отсюда уберем, мы сделаем здесь, наверное, паблик, ну то есть создадим свойство, которое, вау, так, это не смотрите, вот, паблик, который тоже называется дейтайм, и оно не может быть ну, потому что, когда пользователь создается, ну давайте, когда это было создано, собственно говоря, это профиль, потом мы сохранили базу, и, собственно говоря, каждый раз, читая из базы, знаем, что это было создано, там, 1 января, или сегодня, какой у нас, 19 августа, не важно, вот, теперь, этот бюст дейт мы оставляем, а здесь вводим, ну давайте так, мы создаем, и я не хочу это поле откуда-то вводить, я это поле буду делать автоматически, ой, я его буду получать один раз в конструкторе, оно никогда не будет ну, поэтому я напишу created, это равно дейтайм, текущее время, нет, текущее время, ну я обычно использую TC Now, есть на это свои причины, ну и нау, это текущее время в текущем часовом поясе, а у TC Now, вот вы узнаете сейчас, когда я создаю это видео по UTC формату, то есть, я помимо того, что сделал какие-то количество изменений в профиле, то есть, так называемых ферсами, ферсные, латные какие-то данные получил от пользователя, может тут сайл, может еще где-то, не знаю, там с какого-нибудь сайта, стыбрил, я и создал еще свойство, которое по умолчанию создается, то есть, если я сейчас, давайте вот отсюда я брейкпоинт уберу, поставлю сюда и запустим его еще раз. Итак, у нас есть странный человек с именем Боб, с фамилией Боб, дата его рождения, ну пусть будет 20, пусть будет 20-12-12, ну вот такой молодой человек. А, мы здесь спрашиваем адрес, адрес я уже не завожу, давайте мы адрес отсюда уберем, чтобы, в общем-то, сократить время. И, давайте еще вот так сделаем, если я, если стринг, угадайте, что я сейчас делаю, если стринг Борст Дейт, пустой, тогда я скажу, что Борст Дейт равен 20-20-12-12, вот, то есть, я думаю, что вы догадались, что я сделал, чтобы не заводить каждый раз Борст Дейт, я буду нажимать Энтер, а программа проверяет, что если там ничего нет, она будет автоматически вставлять, то есть у меня у человека вот этого Боба-Боба будет всегда создаваться его дата рождения. Я тут нажму Enter, мы проверяем, что у нас и персона теперь есть дата рождения автоматически заполнена, она соответственно равна вот этой собственно говоря дате. Ну и здесь уже есть как он называется, дата создания автоматически, вот вы видите, что у нас собственно говоря создалась. И это не предел мечтаний, мы будем работать дальше, для чего я это сделал, для того, чтобы вычислить дисконт. То есть я функцию по вычисления сейчас буду создавать. Для этого нужно что? Правильно, создать метод, который будет иметь давайте сначала напишем давайте определимся что нам нужно возвращать. Нам нужно возвращать размер скидки, то есть это будет double, правильно? get какой-нибудь дисконт и это будет метод, соответственно вам нужно оформить правильным образом. Я буду get дисконт считать от допустим дата создания. Ну в нашем варианте в дата создания будет сегодняшняя дата, но потом если через месяц я запущу эту программу, а персона соответственно сохраним, то есть при создании нового объекта как в данном варианте у меня будет всегда дата равна сегодняшней дате, поэтому это как бы не очень валидный вариант, но если я открою эту программу и прочитаю из памяти и загружу этот объект персон в этот класс персон и прочитаю дату создания, то она будет равна той дате, которая когда это была программа создана. У меня этих сохранений нет, поэтому я хочу другой принцип ввести, не просто, а давайте заведем сюда целочисленные значения так называемый там month ну пусть там count, да, то есть сколько, за какое количество месяцев дать скидку. Ну будем ее считать очень просто, сколько месяцев, столько и скидка и мы будем считать сюда еще, то есть нам как параметр потребуется текущая цена. Цена у нас будет в формате дабл, потому что она может быть дробная и назовем прайс. Давайте ее назовем current current price и мы будем делать пар, будем какой-то расчетный результат у нас будет равен результат, будет у нас простой. Мы current price умножим на скидку, которую нужно рассчитать. discount пар discount у нас будет равен количество месяцев ну, month count, который мы введем разделить на 100 то есть если было 10 собственно говоря 1 месяц, то это будет 1%, 2 месяца это будет 2%, ну и соответственно 10 месяцев это будет 10%. Ну, такая простая математика, не будем усердствовать. И теперь нам нужно current price то есть обратите внимание, что я не просто какую-то логику пишу, я эту логику пишу в классе, которая не будет, в общем-то, меняться уже где-то там вне. То есть я могу, там есть специальные способы определить, как это будет работать в соответствии с тем, что это будет работать в соответствии с тем, что это будет. чтобы использовать всякие паттерны, мы потом, может быть, про них поговорим. То есть я внутри класса персон реализовал какой-то метод, который называется get discount и он будет работать для всех персон одинаково на основании тех параметров, которые будут к нему приходить. И соответственно если мне вот эти данные уже не нужны, соответственно я могу здесь сказать, что у меня вот прайс я могу ввести, но я не буду его рассчитывать. Я его буду потом отправлять в персон. Здесь дисконт, я уже его, мне он вообще не нужен, я его не буду считать, но вывести я его захочу. Я скажу, что у меня у персона нужно дернуть метод get discount и отдать туда некоторые параметры. А смотрите, какая штука приключилась. У меня метод подчеркивается и говорит, что у меня can't access правит метод. То есть у меня программа не может достучаться до скрытого метода. Напоминаю, что все методы, которые не имеют явного модификатора. Модификатор это вот паблик, паблик, паблик это модификатор. А здесь нет явного модификатора, но по умолчанию все шапки это правит. То есть если я напишу правит, это то же самое, что и было, но поэтому мне здесь нужно, чтобы был у меня паблик. То есть теперь свойства доступны извне. И это тот случай, когда мне нужно, можно управлять программой, ну как-то там, я не знаю. Ну то есть, как бы по-русски объяснить, чтобы вам была возможность управлять маленькими кусочками какого-то кода, из этого складывается функционал программ. Потому что завернуть все в один метод, в который, вот как у меня сейчас было, это тоже будет работать. Но как только вам потребуется внести какие-то изменения, вот это вот внесение изменений потребует больших усилий. В данном варианте я могу просто взять кусочек кода и изменить, и он будет частью большого куска, который будет работать соответственно правильно. Я точно знаю, что нигде ничего не поменяется, кроме того метода, где я поменял. Итак, мы считаем дисконт, и теперь у нас есть персон, собственно говоря. Смотрите, мне нужно сюда ввести дисконт, он у меня сюда выводится, мы можем запустить программу. Давайте проверим, как это работает. Так, у нас тут что-то запущено, закроем, еще раз запустим. Итак, у нас есть странный человек с именем Боб, с фамилией Боб, в дату мы не вводим. Мы вводим цену, пусть эта цена будет 100, но я там неправильно сделал. Давайте я вложу, цена вводится, давайте ее вот так вот введем. Прайс, ну чтобы уже быть более последовательным. И запустим еще раз. Итак, у нас Боб, который бот, тоже неплохо. Нажмем прайс, и цена у нас будет, допустим, 100 рублей, неважно. И у меня какая-то фигня приключилась, у меня не посчиталась цена, а почему? А вот это мы сейчас как раз и проверим. Давайте поставим брейкпоинт в методе, который будет рассчитывать у нас эту самую цену. Запустим приложение еще раз. Здесь там неважно, 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 цена 100, Enter. И вот сюда мы попали в тот самый метод. Давайте эту штуку закроем. Мы видим, что у нас месяца 3, цена 100. Мы считаем дисконт, 10 разделить на 3, дисконт будет 0. Ну, понятное дело, почему? Потому что у нас дисконт определился как int. Собственно, это одна из ошибок, которые тоже нужно что-то учитывать. Вот эти типы имеют значение, если я поставлю дабл и снова запрещу приложение. То есть у меня программа посчитала, что если 3, разделить на 100, будет 0, потому что, ну, это как бы логично. А если учесть, что нужно мне получить дробное число, давайте выйти теперь в 10, и в 10, смотрите дисконт, и у меня получился 0,3. И теперь, когда я буду делать расчет, вот она цена. И, собственно говоря, мы в результате увидели ту самую цена. Мы цену неправильно посчитали. Ну, вернее, мы, я. Вот, и теперь у меня, мы посчитали result, дисконт, 97. А вывели мы то, что? Person, дисконт, цена, total. Total у нас price. А, мы здесь еще какие-то операции. Здесь уже нам ничего не нужно сделать. А, нет, нам нужно... Так, у нас дисконт. Мы неправильно посчитали. Здесь у нас будет дисконт. Мы просто всего лишь его посчитаем. А вот здесь самый дисконт. Price минус дисконт. Вот, и теперь все логично. Ну, я пошел, что-то нет, потерапился. Давайте проверим, что эта штука работает. Еще разочек. Все очень просто. Человек с фамилией Боб. Боб. Здесь мы не ввели строку, конечно. Это тот самый случай, когда никогда не говори никогда. Потому что я говорил, что никогда не веду пустое его значение. И вот все-таки ввел нечаянно. Enter. Вот моя цена. Вот у нас пошел расчет. Мы давайте уберем отсюда breakpoint, чтобы навеснулось. Посчитали дисконт. Price. Current price на дисконт. 3. И теперь у нас скидка 3%. Возвращаемся в обратку. Вот он, эти 3%. Цена минус 3% скидки. Ну, в общем, вы понимаете, что теперь все заработало. Вот те самые 97, собственно говоря, чего-то там. Ну, и, собственно говоря, то, ради чего мы сегодня здесь потратили такое количество времени. Друзья, если вы начинаете писать код, вам нужно понимать, что существует два способа написания код. Ну, вернее, больше двух, но считаем, что два. Есть процедурный подход, а есть объектный подход. До некоторого времени я считала, что некоторые языки могут быть только процедурные, но так или иначе в них рано или поздно появлялись объекты. Потому что писать сложный код с использованием объектов намного проще, чем писать процедурный код. То есть, когда в самом начале видео моя программа была процедурная, то есть выполнялась линейная, это было очень просто. Ну, и программа была простая, толку от нее было совершенно даже не очень много. Как только я ввел определенные понятия в объекты, сделал персон, расширивал функционал, добавил свойства, конструкторы, у меня программа изменилась. У меня теперь может быть более сложная логика. Я могу не только читать дисконт, но и добавить другие свойства, просчитать, нужно ли отправить на день рождения подарок. Сделать в день рождения более сложное, там, какой-то перерасчет от этого самого дисконта, то есть скидки. И надо понимать, что когда у меня объект имеет какие-то свои собственные свойства, свои собственные методы, и он может взаимодействовать с другими объектами. Друзья, надо понимать, что объекты вокруг нас. Машина в гараже – объект, квартира в высотке – объект, высотка – объект, стоит на земле – это объект, ручка на столе – объект, часы на руке – объект, в конце концов. Любая элементарная вещь, ну, например, стол, можно и нужно превращать в объект, ну, в концепции объектно-ориентированного программирования. Например, допустим, что у нас есть объект, ну, пусть называется стол. Кажется, что это простой объект, а нет, на самом деле у него может быть много полезных свойств. Например, int, ну, пусть будет фей, г, х, т, вот так вот, высота. Это может быть его ширина. Сейчас соображу, как пишется, д, ви, д, т, х, вот так вот. Может быть там какой-то, я не знаю, там, стринг, название там, материалы, из которых он сделал, или там несколько материалов. Может быть свойство, которое day, time, например, created, это когда был произведен. Может быть свойство, когда там стринг, например, vendor, например. Ну, то есть, ой, как он называется, string, vendor, то есть, кто производитель, грубо говоря, такси внутрирует, там, продюсер, да, если хотите. Может быть свойство, я не знаю, там, знаете, может быть какое-нибудь свойство, которое, собственно говоря, говорит там, ну, int, например, tara, допустим, упаковка, или там, boxing, сколько там имеет коробок при упаковке, там, доставке. То есть, собственно говоря, что я хочу сказать. Все, опять же повторюсь, вокруг нас объекты. Если вы начнете писать программу и оперировать понятием объект, ваша жизнь в программировании начнется, как бы, с правильной точки зрения, по части того, вообще, для чего это было придумано. То есть, писать сложный код использования объектов, закрывая логику в них, это называется инкапсуляция, наследоваться от них. Давайте поговорим про наследование. Буквально есть у нас просто стол, а есть, допустим, public, давайте так вот, класс. И это будет супер стол, или там, kit, kit table, да, то есть, маленький стол, и, соответственно, он тоже должен быть публичным. И он может быть наследником от простого стола. А еще мы можем сказать, что у нас для детского стола, допустим, какое-то отдельное свойство, булевое значение, has, там, допустим, подставка. Неважно, как это называется. А еще у нас может быть какой-нибудь public, class, допустим, какой-нибудь special, да, стол, который используется, там, тоже, может быть, наследником от table и быть, соответственно, в общем, про наследование мы, наверное, поговорим в другой раз, потому что это отдельная интересная тема. Сейчас мы только говорим о том, что у нас есть понятие объект, и все вокруг нас объекты, и оперировать этими объектами нужно уметь. Это и есть, собственно говоря, программирование. Далее, что бы хотелось сказать. У меня есть объект, который называется person. Более того, я могу вот этот функционал, где, ну, вот, inStone мне нужна, вот, я могу вот этот функционал тоже вынести в объект и назвать его калькулятор. Другими словами, я создал объект калькулятор, внутри него может быть метод, который называется public call void, значит, ничего не возвращает, calculate, и, соответственно, вот таким вот образом это все проделал. То есть для того, чтобы мне теперь запустить программу, в которой есть и person, и калькулятор, я могу сказать var, вот, давайте тогда person отсюда вынесем, это как бы не совсем корректно, уж прям совсем до конца. Мы сделаем вот таким вот способом, это называется рефакторинг, сюда добавим, собственно, введение пользователя, так, 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 вот у нас здесь, вот person создался, теперь var, калькулятор, как трудное условие калькулятор, написать, если твой ник колобонгой. Калькулятор равен, калькулятор, и, собственно говоря, калькулятор, ой, тут у нас точка с запятой, калькулятор, точка, calculate, собственно, вот, вот и все. И, теоретически мы должны сказать калькулятору, что мы там, нам нужен person, для которого мы будем калькулировать комплект ЛКД, вот, и вот этот person мы можем получить отсюда, вот, person, person, и, соответственно, у нас программа восстановилась, давайте person закроем, вот. И, в общем-то, у меня теперь, после того, как я создал калькулятор, я могу сказать, либо сюда person отдать, и он посчитается, в общем, смотрите, у меня теперь уже два объекта, person, калькулятор, и это, в общем-то, бесконечная история. Нужно уметь этим пользоваться, нужно уметь этим оперировать, потому что это и есть программирование, этому я и хочу вас научить, если так, конечно, можно выразиться. Давайте запустим, что программа работает, ничего не поломалось, как вы видите, мы создаем странного человека, Боб с фамилией Боб, у которого дата рождения внутри заполнилась, и теперь нас приветствует дисконт калькулятор, нужно ввести цену, пусть это будет тысяча чего-то там, ну, и, как вы видите, все прекрасно посчиталось, 3%, все отлично, единственное, что мне не хватает, это ввести отдельно размер, количество месяцев, ну, и я не буду это уже делать, это пусть будет вашим домашним заданием, друзья, программировать это интересно, это легко, это весело, если знать миллион нюансов, эти нюансы, я думаю, что сегодня я звучал, нет, делитесь впечатлением, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, вам всего хорошего и доброго, и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok